Вы знаете, я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Ну, может быть, новое поколение к этому, вы придете, представители общественных партий. Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании. Выборы президента, это будет раскачивать ситуацию. Посмотрите в Китае. Все-таки политика и партийная деятельность и прочее, это тоже профессиональная работа. И вот весь средств общества профессиональный, политический, был бы на Всебелорусском народном собрании. Избрали президента. Полномочия любые можем наделить. Что, сегодня избираемый Си Дзиньпин на Всекитайском народном собрании в СНП, он что, не имеет полномочий? Да больше, чем я и Путин вместе взятых. Поэтому вот мы где-то проявили слабость. Я побоялся того, что ну вот право у народа отберем. Сегодня чувствую, что мы зря не шли вот от этой жизни. Пережили бы это. Но мы спокойно бы работали. А парламент? Избирали бы по округам, как избирали. Но мы уже это упустили. Это не катастрофа. Будет необходимость, мы к этому вернемся. Но не сейчас. И может быть не нам к этому возвращаться. Потому что второй нюанс был в том, что начнут меня обвинять, что вот я боюсь там народа. Хочу держаться за кресло. Никогда не было у меня такой цели. Нет и никогда не будет. Не главная у меня задача сохранить там власть, как они говорят. Совсем такой нет проблем. Больше это вас должно волновать.